ну вот друзья вы спросите что мы здесь делаем под таким томным и мрачным небом а находимся мы с вами в англии в городе эссекс на ежегодной выставке так он ганс 2013 года что мы здесь делаем нас пригласила наша любимая дружеская команда fox для того что мы были первыми из россии то покажет вам новинки следующего сезона маленький план с чего мы начнем с вами сегодня сейчас мы находимся с вами на стенде fox мы осмотрим с вами стенд естественно поговорим о новинках которых у меня язык чешется информация слетает прямо из кончика но тем не менее я постараюсь держаться и сказать пару слов о том что мы будем делать далее после этого на следующий день у нас будет уникальная возможность провести несколько дней с шоном и скоттом из хэри чарингтоном который сейчас меня снимает несколько дней на их озере в офисе fox и попробовать половить вместе с нами и поймать пару рыб а закончим мы с вами офисом fox где мы увидим всю дружную команду fox international вместе работающие на своих рабочих местах создающую ту прекрасную продукцию которую мы с вами пользуемся а начнем мы с вами как всегда с еды чем занимается карпятник в тот момент когда он не кормит рыбу не забрасывает не вяжет риги и не следит за водой а чем он занимается конечно он ест многие из нас с вами ели то есть то любят поэтому fox не долго думая произвел в общем-то отличный я считаю на мой взгляд набор посуды который в общем-то идеально подходит для наших с вами походных условий с чем мы начнем начнем с вами естественно с чайничка которая отличается от многих других чайничков которые мы с вами используем на рыбалке особенно туристических отличается тем что у него есть теплонакопительный элемент соответственно что нам дает он во-первых увеличивает скорость кипения чайника на 33 процента и что немаловажно наших с вами походных условиях естественно он сильно экономит наши с вами газовые ресурсы соответственно этот чайничек очень удобен у него есть специальная ручка пластиковая мы не с вами не обожжем с вами пальцы плюс у него очень удобный носик для тех кто использует термоусадку при создании своих поводков есть два типа чайничков один поменьше другой побольше около двух с лишним литров далее что есть у нас еще у нас есть набор посуды самое главное естественно во всех этих новинках это сам набор есть два набора который состоит из четырех единиц набор входит большая кастрюлька малая кастрюлька значит сковородочка с утолщенным дном и соответственно чайник есть очень такой же набор из трех единиц который входит все то же самое кроме большой кастрюльки то есть по идее в принципе мы можем сказать так что этот набор больше подходит для карпятников которые ездят со своим товарищем напарником или напарниками а это собственно одно лицо что можно сказать об этой посуде ну плюс во первых в том что у него толщенные стенки она достаточно жесткая то есть у нас не будет проблем с изменениями и геометрии после многих кипячений как это бывает со многими видами посуды для туризма плюс ко всему здесь есть мерки для литража что очень удобно тоже для варенья супов и так далее вот они очень компактно складываются все в единую формочку то есть большую кастрюльку и кладутся специальный чехол что собственно еще в этом наборе интересного это то что fox собственно наконец-то в отличие от других производителей сделал очень удобную ручку вот она очень здорово складывается собирается вовнутрь и соответственно не мешает нам при упаковывании этого всего хозяйства в наши сумочки ну а теперь я скажу пару слов о моей любимой вещи в этом во всем наборе это сама горелка горелка очень продуманная поскольку пользовался своим за свое время карповой довольно многими видами горелок это горелка хороша тем что ее пьезоэлемент как вы видите закреплен жестко на нижней части тела самой горелки то есть искра попадающая на газ не будет смещаться и по идее должна работать очень четко и без сбоев соответственно данные пьезомеханизм в том числе будет работать дольше времени чем все остальные которые по крайней мере я ранее использовал горелка имеет достаточно серьезную мощность она складывается очень компактно вот в такую вот коробочку плюс к ней идет ветрозащита малого размера как раз под высоту данной горелки то есть она не будет у вас занимать много места вот будет очень компактно и не даст вам опять же возможность тратить зазря газ по ветру так же как случае кипячения нашего с вами чайника мы перешли к одной из самых главных новинок самому большому наверно сюрпризу для всех европейских и российских что самое главное любители карповой ловли мы поговорим с вами о новых моделях fox в разделе электронных сигнализаторов поклевки в течение последних трех лет фоксу поступало очень много в общем-то просьб и вопросов и в том числе с нашей стороны с российской стороны о о том чтобы fox задумался о создании наборов с пейджером в эконом сегменте естественно учитывая все технологии и качество которое мы привыкли видеть от fox электронных сигнализаторов и другой продукции ну и наконец-то свершилось в течение последних полутора лет команда шона макс пейдена работал над двумя новыми моделями которые базировались на всеми нами уже известными проверенные моделями у которых до сегодняшнего дня не было пейджера первая модель это m plus и вторая модель это mx плюс чем они отличаются собственно говоря mx плюс модель более продвинутая m плюс в общем-то менее продвинута с точки зрения дополнительной функции но вполне приемлемо для любого вида рыбалок поскольку в ней есть по большому счету все что необходимо по первости любому начинающему рыболову первое соответственно это резиновый держатель или удилищ 2 это полная водонепроницаемость третье это прекрасный пейджер работающий в радиусе 200 метров минимум большей степени это нужно для того чтобы сигнал был сильным достаточно если вы находитесь например за перелеском или за холмом момент поклевки на ваших удилищах и регулируемый громкостью он снабжен соответственно жестким чехлом и поверьте мне имеет очень доступная стоимость вот что касается следующей модели то она подойдет уже не только для начинающих карпетников но и карпетников с большим серьезным стажем честно вам скажу я уже опробовал их в деле и нареканий мне к ним нет по большому счету они приемлемые для условий в 95 процентах рыболовных ситуаций что в них собственно говоря добавляется к модели m плюс в mx плюс добавляется две очень важные функции первое это тональность который вам нам нас возможность различать поклевки на различных удилищах и плюс на запрессованных выдаемов с большим количеством баллов услышите минуту сигнал поклевки который мы с вами выставили именно на своих удилищах они ваш напарник и я вторая очень важная функция это изменение чувствительности здесь она работает очень просто путем переключения тумблера с одной позиции на другую вот многие спрашивают о расстоянии измененном при обычной чувствительности и усиленной чувствительности в этих двух положениях значит обычная чувствительность действует на расстоянии 1 сантиметра и увеличенная чувствительность работает на передвижение лески в расстоянии 0 5 сантиметров то есть 5 миллиметров вполне достаточно для дальних забросов для ловли в корягах и сложных ситуациях вот опять же этот набор может состоять как из трех сигнализаторов и пейджер так и из четырех цена более чем доступна максимальная стоимость самого наверное будет интересующего нашего с вами набора из четырех mxr плюс сигнализаторов с пейджером будет не более 24 тысяч рублей в рознице уже у нас в россии то есть по большому счету это будет самый доступный качественный набор сигнализаторов с пейджером на сегодняшний день созданных в европе для наших российских потребителей а теперь мы с вами можем полюбоваться на данную чудо технологии уже установленных на поставках для удилища самих удилищах они включены моему сможем можем посмотреть как они будут работать деле как вы видите пейджер очень звонко в общем-то реагирует на поклевку плюс ко всему здесь очень светодиодные чувствительные лампочки ну и вам честно скажу держать его в руках большое удовольствие потому что пластик здесь далеко не эконом-класса а того же уровне что и дорогих моделях от fox то есть nxr ntxr что здесь еще идет в наборе небольшая ленточка для того чтобы переносить его на шее ну и собственно сам кейс который вам показала ранее данный пейджером ничем не отличается внешнего mxr плюс собственно говоря набора вот здесь единственное что мы отличается все в цвете опять же здесь можно хорошо показать разницу в чувствительности поклевок оригинальная стандартная функция чувствительности и увеличенная чувствительность поверьте мне это более чем достаточно для ваших рыбалок очень удобные для мокрых рук тумблеры соответственно они обладают внутренним щелчком что дает вам возможность зафиксировать определенную уровень либо тона сигнала либо в громкости собственно и все натянутых вам лесок и больших рыб на как на диких так и на коммерческих водоемах россии продолжим разговор о новинках fox для европейского и собственно и российского рынка всем вам хорошо знакомая топовая модель от fox катушек с использованием магния под названием xc 12000 а также их младших братьев с класса на сегодняшний день fox дает нам возможность с вами почувствовать удовольствие при ловле карпа при помощи еще одной модели которая вам сейчас подробно расскажу под названием fx 11 собственно говоря для чего fox ввел еще одну катушку в свой ассортимент основной задачей этой катушки является уменьшенный механизм то есть по большому счету эта катушка рассчитана для удилищ более легкого класса в первую очередь и во вторую очередь что немаловажно для тех кто экономит место в своих сумках поверьте мне эта катушка ничем не уступает походу своему старшему брату xc а собственно говоря ее стоимость на российском рынке в розничных магазинах не будет провешать 10 тысяч рублей вдумайтесь в эту цифру аналоги любые такого качества других производителей уходят далеко за 10 тысяч рублей в чем ее прелесть собственно говоря этой катушки но во первых прежде всего она сохранила все свойства шпуле для дальнего заброса то есть в любом случае в эту катушку можете использовать совершенно спокойно на удилище для дальнего заброса и сложной ловли далее что еще можно сказать нового про эту катушку эта катушка создана карпетником как собственно говоря и все предыдущие модели для карпетников и имеет две очень интересные вещи в отличие от других производителей первое это наличие двух клипс как вы видите черного цвета и серебристого цвета это дает нам возможность клипсовать леску и работать на двух дистанциях без применения маркера при забросе что очень удобно второе собственно говоря ношу стану в общем-то и не ношу ста но она скажем так отрегулированная для нашей с вами ловли это ход фрикцион во-первых послушайте как он прекрасно звучит достаточно всего полутора оборотов для того чтобы эта катушка полностью зафиксировала шпулю ход у нее настолько плавен что честно говоря если ее закрыть глаза и можно спутать совершенно однозначно с моделями более высокого класса которых я уже говорил x-ти 12000 намотка лески у данной катушки аст не оставляет желать лучшего поскольку ну по большому счету наверное так работают катушки только самого топового класса от как японских производителей так и европейских производителей если вы посмотрите в каком виде леска находится при полной шпуле вы обратите внимание насколько идет ровно намотка на данной шпуле важно наверное для нас с вами это передаточное число данной катушки у нее она выше чем средняя по рынку у всех карповых моделей и модели для ловли на море собственно 46 к одному достаточно высокая скорость она не дает вам возможности уснуть при выматывании лески из дальних расстояний в первом случае во втором случае конечно же ее механизм достаточно мощен для того чтобы работать на жестком вываживание при вываживании крупной рыбы всего какой-то год прошел с момента запуска совершенно революционные вещи от fox под названием супа броли и супа броли систем которые взорвали рынок и наш рыболовный мозг на все сто процентов поскольку это укрытие было создано на основе зонтичного механизма мы о нем рассказывали в прошлых нашем фильмах с выставки охоты рыболовцы 2012 имеет самую быструю скорость сборки самую большую площадь для в общем-то расположение всех своих вещей в том числе и по при коротких сессиях использования раскладушки и стула теперь я хочу сказать пару слов о новинке этого года о младшем братья супа броли систем под названием royal броли систем 60 в чем его собственно отличие от супа броли систем супа броли который мы с вами уже очень хорошо знаем первое конечно цена он будет намного доступнее и демократичнее своего старшего брата за счет двух основных вещей первое это использование обычного нейлона 5000 причем надо сказать и естественно второй пункт это использование улучшенной но собственно традиционные зонтичной системы в отличие от супа броли систем с механизмом cts при этом насколько вы видите эта штука не потеряла практически размерах как во внутренних так и во внешних там совершенно спокойно помещается раскладушка размера стандартного плюс у вас куча места для того чтобы находиться там с вещами посмотрите вот я практически метр семьдесят шесть ростом совершенно спокойно нахожусь здесь в самой глубине этого зонта у меня полно места впереди здесь может стать две больших сумки столик здесь есть дополнительный пол соответственно внешняя часть также отстегивается какого старшего брата вы можете использовать в жаркую погоду при этом есть двухсторонняя антимоскитка и дополнительные стойки для упрощения конструкции в сильный ветер это в общем-то все что нужно вам для того чтобы работать со своими снастями ну и при случае использовать ее при коротких сессиях когда вам не нужна палатка и сейчас я хочу сказать вам ребята что у нас есть шикарная возможность за очень доступную цену купить очень качественный продукт причем большого внутреннего пространства наверно в первую очередь надо сказать о том что эта палатка под названием royal classic одноместного типа совершенно небывалого размера как внешнего так и внутреннего за счет чего это было сделано старая модель royal имела так же как и это три основные крепежные стойки за счет чего собственно это палатка стала больше за счет того что последнюю третью стойку увеличили в размере и соответственно дало возможность увеличить горизонтальную плоскость по крыше соответственно вся палатка стала намного глубже и и более вертикальная в задней части вы посмотрите к чему это все привело внутри мы с вами видим совершенно стандартную раскладушка royal которая стоит в самой глубине палатки и посмотрите сколько у нас вами места получилось над головой и место для дополнительных вещей в палатке давайте зайдем вам за счет этой системы я со своим в общем то средним ростом имею еще над головой порядка 20 сантиметров в самом конце палатки вы видите это дает возможность мне наблюдать отсюда за водой и за удочками и за всеми вещами которые расположил на берегу за счет чего это было еще достигнута в том числе за счет увеличения проема двери то есть дверь здесь примыкает к самому краю козырька крыши что дает во первых возможность нам совершенно свободно проходить дверь с большими габаритными вещами в том числе большими сумками и в общем-то наблюдать за водой плюс ко всему к этой палатке естественно как обычно есть дополнительная зимняя накидка двухсторонняя дверь которая открывается как вниз так и вверх до конца и соответственно антимоскитная секта и анти дождевая при установке дополнительной зимней накидки вас появится еще дополнительный тамбур который сильно увеличит ваше внутреннее пространство она также снабжена держателями для удилищ с двух сторон на которую можете в общем-то положить как свое сподовое так и маркерное удилище во время ожидания поклевки отличный выбор в эконом-классе высочайшего качества от fox ну вот мы добрались до моей любимой малышки друзья вы спросите почему я стою опять на фоне палатки которая сыскала такую в общем-то известность всего за один год и популярность под названием royal xxl я вам отвечу почему потому что fox прислушался к чаяниям наших с вами стонов и желаний и сделал версию для экстремальных погодных и собственно природных условий которыми вам всю жизнь с вами ловим то есть в россии с внимание двойным коконом и зазипованным полом то есть на молнии аплодисменты друзья давайте зайдем вам внутри посмотрим чем она отличается во-первых высочайшего класса материал который нам в общем-то из которого изготовлен кокону то есть по большому счету эта палатка из предыдущей royal xxl под названием теперь уже royal xxl евро превратилась в двухслойную палатку потому что у нас с вами есть второй пол который крепится на крепежи по всему периметру и затем прикрепляется пол за счет молнии совершенно мощной 10 миллиметровой молнии по всему периметру палатки соответственно эту палатку вы можете не боясь использовать теперь как на реке так и на совершенно диком водоеме с по поясом травы что еще можно сказать про нее она создана на том же каркасе и и при этом естественно априори в нее можно использовать с зимней накидкой от старой модели что вам даст уже трехслойную палатку совершенно невозможным процентом вероятности конденсата внутренне и очень теплостойкая то есть ее можно будет даже при таком большом объеме с учетом зимней накидки уже использовать минусовых температурах я в этом совершенно уверен то есть выбор для тех кто хочет себя комфортно чувствовать как на обычных долгосрочных сессиях и длительных рыбалках так и естественно спортсменов которым хочется считать палатку вместе с шатром в одном лице royal евро дом xxl это ваш выбор друзья мы с вами закончили краткий репортаж и анонс новинок на 2014 год от fox сейчас мы сидим в royal xxl и мечтаем о том что буквально через день мы с вами окажемся с нашими лучшими друзьями харри шоном и скотом на берегу прекраснейшего озера который принадлежит компании fox где мы с вами попробуем из ловить крупную рыбу и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Прошло два дня, как мы приехали на озеро, про которое вам говорил, принадлежащее компании «Фокс» уже 20 лет. И погода нас не радовала. Английский дождь заливал нас целых почти двое суток. Ночью было очень холодно, и ни я, ни мои друзья не поймали ни одной рыбы и не увидели одной поклевки. Но со вчерашнего вечера солнышко выглянуло и начало потихоньку радовать нас. И честно вам скажу, что нам есть что вам показать. Сначала пару слов о месте ловли. Это место считается на озере одной из лучших, и наши друзья уступили его мне как гостю. Почему оно, в общем-то, является интересным? Средняя глубина водоема порядка двух-трех метров. Соответственно, для зимы этот водоем достаточно сложен, для рыбы даже в условиях Англии. Поэтому ближе к концу лета и начала осени она скатывается в небольшие ямы, которые здесь есть. Одна из этих ям как раз находится между этим островом и основной землей. Мы ловим на манер английский, на три удилища. Соответственно, мы кладем наши оснастки. Три места. Одна была положена прямо в канал между островом и основным берегом. Это надо было сделать только при помощи вейдерсов, потому что забросить туда практически невозможно. И пришлось идти по такой глубине. Вторая легла на край острова под дерево, и третья на открытую воду, ближе к камышам на той стороне озера. И вот этой ночью случилась поклевка около часа дня. Я вам сейчас покажу, что мы поймали. А, какой золотистый английский карпик с полным брюхом наших бойлов. Вот такой. Я вам сейчас покажу, что мы сейчас покажем, что мы сейчас покажем, что мы сейчас покажем. Очень хороший золотистый карп из английского озера. Давайте его отпустим. Важный совет. Перед тем, как отпустить рыбу, обязательно удостоитесь в том, что мешок плотно закрыт. Потому что от переноски от места, где вы снимаете свои фотографии, до озера можно поранить рыбу. Поэтому перед этим обязательно застегните, так называемую отпускалку или мешок. Ну что, пойдемте его отпустим. Отпускалка, как мы ее называем в России, очень важный момент, элемент нашей с вами трофейной рыбалки. Это дает у нас возможность с уверенностью понимать, что мы в следующий раз можем поймать ту же рыбу. До свидания, английский корп. А мы возвращаемся к ловле. Итак, друзья, после того, как мы отпустили нашу золотую рыбку обратно в воду, я хотел бы рассказать вам о том, каким методом мы ловили все эти два дня и что нас привело к данному. Для меня я считаю успехом, потому что это моя первая, я надеюсь, не последняя рыба, пойманная в английском водоеме. Да и, в общем-то, это была радость для всех нас, поскольку поклевка это была одна на четверых. Соответственно, оснастка была очень простой. Использовал я лидкор, обычный лидкор. Единственная его разница и отличие от предыдущих моделей в том, что у него нет сердечника, поскольку сам материал пропитан вольфрамом и он очень хорошо ложится на дно. То есть, по большому счету, этот лидкор компании Fox был изготовлен для, в общем-то, уже запрессованных водоемов, так называемых хитрых карпов, для того, чтобы максимально скрыть оснастку под водой на дне. Все это называется Aegis. И, в общем-то, по большому счету, для изготовления оснастки мы использовали все новинки как раз ассортимента, из ассортимента данной линейки от компании Fox. Далее, мы использовали обычную клипсу, безопасную. Вот. Единственное отличие, опять же, от предыдущих моделей, помимо маленького штыря, который фиксирует вертлюжок внутри самой клипсы, это новые, в общем-то, резинки. Отличие их в том, что она очень хорошо держит любой груз при, в принципе, любом забросе, вплоть до силового. Но при поклевке вы можете быть уверены в том, что груз ваш не останется на клипсе, и вы совершенно спокойно выведите рыбу. Тем более, тем более, это очень актуально как раз в нашем случае, поскольку выдаем неглубокий, и рыба здесь достаточно нервная, хочу вам сказать. Вываживание длилось порядка 10 минут. Чем мельче выдаем, тем более беспокойно ведет себя рыба при вываживании. Соответственно, сброс грузила – очень важный момент. И так, с помощью данной выемки и самой, в общем-то, структуры данной резинки, она очень быстро освобождается, как вы видите, от груза. Далее, сам поводок и оснастку мы использовали совершенно обычную под названием «Снеговик». Мы все ее прекрасно знаем. Использовал я материал в оплетке, опять же, новый, Коматекс Фокс, в мягкой модели. Есть еще жесткой. В общем-то, я предпочитаю эту модель уже весь сезон, ее использую, очень доволен. Поводок ведет себя очень натурально под водой. Видите, он принимает любую форму. И плюс ко всему, эта оплетка, несмотря на свою тонкость и всю свою нежность, не слетает при использовании данного материала даже в крепких местах. То есть, после того, как вы очистили необходимую часть, а мы очистили здесь необходимую часть как раз рядом с крючком, для того, чтобы смягчить как раз механизм, который работает в основном при всасывании карпом нашей насадки, и утяжелили ее немножко, так скажем, бусиной, опять же, с вживленным альфрамом, для того, чтобы эта оснастка лучше разворачивалась во рту у карпа. То есть, происходит это примерно так. Видите, она работает даже без насаженного бойла. Прекрасно, разворачивается очень быстро. Опять же, не было необходимости использовать термоусадку и силиконовую трубочку. Я использовал самую обычную, так называемую у нас уже лентяйку, которая хорошо прижилась как и в трофейной рыбалке у нас, так и в рыбалке спортивной. Вот, собственно, и все. Мы прикрепили данный поводок к быстросъемнику и закрыли это все противозакручивателем. Довольно удобная презентация. Вот вся наша оснастка. Наша рыбалка почти закончилась, но не взяв интервью у настоящего английского карпятника, с многолетним окутом мы, конечно, не смогли. Поэтому мы находимся сейчас в свиме у Шона Макс Пейдена, прекрасного человека, отличного разработчика карповой продукции, что самое главное, очень профессионального и мощного карпятника, чтобы задать ему пару вопросов о озере, на котором мы сидим, и, естественно, поговорить немного о оснастках. Итак, Шон, не мог бы ты в двух словах рассказать о тактике ловли на данном озере и особенностях поведения его обитателей? Конечно, озеро относится к так называемым запрессованным водоемам. Вдобавок ко всему, погода нас не балует, и это явно сказывается на активности рыбы. А карп здесь очень пуглив. Вода прозрачная, а глубины здесь небольшие, и карп ведет себя предельно осторожно. Вчера мы обсуждали, что здесь даже использование маркерного удилища, очень негативно влияет на присутствие карпа в зоне ловли, не говоря уж об использовании сподовых удилищ. Минимум шума и активности на воде, насколько это возможно. Наша задача – определить карповые тропы и места его кормежки в данный момент, и деликатно, используя рогатку и кобр, постараться задержать рыбу в расположении нашей насадки. Вести ловлю от одной рыбы к другой, то есть очень мягкий и осторожный подход к ловле. Ну и как ты видел, прошлой ночью… Эй, Шон, я поймал английского карпа! Да, превосходно 13-килограммовый зеркальный карп! Да, он был очень симпатичный! Все это доказывает из-за того, что данная тактика эффективно работает. Это был мой первый английский карп, и я очень надеюсь, что он был не последний. Может, в следующем сезоне. Мы всегда рады видеть вас, парни, в любое время. Я должен сказать пару слов, что если бы не Шон, мы вряд ли бы с вами посмотрели бы на настоящего английского карп, потому что только его советы помогли нам его поймать. Окей, еще один вопрос. На мой взгляд, нашим рыболомам это будет очень интересно. Какие оснастки предпочитают использовать современные английские продвинутые карпетники? Какая оснастка для тебя лично является самой эффективной и универсальной на сегодня? Вау! Очень хороший вопрос! Это действительно хороший вопрос. Оснастку, которую я использую уже около года в совершенно различных ситуациях, даже на новых для себя водоемах, это стифрик. Стифрик из материала Иллюжин и жесткого куска Рижити. Применяя эту оснастку, я на 99% уверен в том, что она не запутается и презентует мою насадку так, как я это задумывал. Оснастка поведет себя правильно в любой из этих ситуаций. То есть это комби-рик из двух частей? Да, я покажу тебе. Скажи, пожалуйста, а почему ты используешь два типа материала, Рижити и флюрокарбон Иллюжин? Вот взгляни, на основу в данном случае я беру так называемый Нэкид Стиль, то есть голый, где вся оснастка монтируется на основной леске, без использования шок-лидера и противозакручивателя. Здесь ты видишь одну из наших разработок, притапливающую оснастку, специальную каучиковую бусину с сжимленным вальфрамом. Давай я покажу, как работает в целом. После того, как карп перет оснастку в ротверлежок, поводка начинает скользить по основной леске до 100 пор из бусины. Из соображения безопасности оснастки после самоподсечки поводок может и дальше скользить по основной леске. Да, здорово, это действительно продвинутая оснастка. Да, я бы ее тоже назвал универсальной, ведь, скажем, если я ловлю на полиметровом слое ила, мне всего лишь нужно поднять стопорную бусину вверх лески. После заброса грузило падает в ил, а поводок скользит, не провалясь до стопора. То есть можно сказать, что эта оснастка по своей механике является разновидностью оснастки Чод. Да, очень схожая концепция. Единственная разница в том, что Чодрик скользит по основной леске, а в этой оснастке добавлен элемент вертолетной оснастки. В итоге, мой монтаж стоит из-за 17-сантиметрового 30-фунтового флюорокарбонового иллюжен с аккуратной петлей на конце и микровертлюжок в петле. Затем идет 5-сантиметровый кусок 25-фунтового жесткого режити, микровертлюжок на D-Rig на крючке SSC 6-го номера. Это моя любимая модель крючка, кстати. После на микровертлюжок с помощью насадочной нити я коплю свой поп-ап. Он сбалансирован пластичным грузом таким образом, что после падения оснастки в воду груз упал на грунт, а поводок за счет поп-апа медленно погружался, одновременно отталкиваемый упругой частью люжи, который после погружения за счет своих свойств станет невидимым на дне и максимально отдалит насадку от груза, дабы не пугать хитрую рыбу. Да, это действительно классная оснастка для универсального применения. Да, абсолютно. Если лил метровый, я могу передвинуть бусину еще выше полезть. Нет проблем. Мы забрасываем леску аккуратно ложиться на дно, а поводок остается на поверхности дна. Или, если мы его награвили к линии с небольшим отложением ила, достаточно просто опустить бусину. Оснастка ударяется, а поводок плавно ложится на дно в сторону. И что здесь самое важное, это реакция карпа при поклевке. Ведь при использовании, например, безопасной клипсы, карп практически сразу чувствует воздействие грузила. Если он пуглив, то у него всегда есть шанс недостаточно глубоко втянуть насадку и успеть ее выплюнуть. А тут у меня есть свободный ход поводка, карп берет насадку и не чувствует сразу тяжести груза. Карп не чувствует грузила, всасывает крючок, и только после начала движения засекается. И что, данного грузила хватает для эффективной работы данной презентации? Да, вполне. Это небольшое озеро, запрос плавный, глубина около полутора метров, немного ила, карп здесь не терпит лишнего шума в свиме, поэтому я использую грузила массой 2 унции. Но это не панацея. Эта оснастка еще более эффективна работает с более тяжелыми грузилами, и в 4, и в 6 унции, нет проблем. И для наших англосов, я хотел бы сказать, что на самом деле не всегда важно использовать очень тяжелые груза. Как вы видите, Шон, например, используется сегодня довольно легкая, удилища, не используя шок-лидера и забрасывая всю оснастку при помощи основной лески. Нет никаких проблем, то есть я буквально смотрел, как это все происходит. И, в общем-то, по его совету сделал то же самое, и работает оснастка совершенно спокойно в радиусе 40-50 метров без всяких проблем. Итак, Шон, спасибо тебе огромное за интервью. Надеюсь, что в следующем году всем будет очень интересно посмотреть, как мы вновь постараемся выловить самого большого карпа из здешних вод. Всегда рад, дружище. Спасибо. Ну вот, друзья, настал наш крайний день на родной английской земле. И теперь мы находимся, как я вам и говорил, около офиса Fox International, где, собственно, происходит все, что мы потом с вами щупаем в руках и чем мы пользуемся на рыбалке. Это и есть здание Fox. Оно довольно приличное. Находится оно на окраине Лондона, и здесь сидят все люди, которым мы, в общем-то, должны быть благодарны за то, что мы имеем сегодня от компании. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Ну вот, мы и внутри. Закроем дверь, чтобы нас не слышали шпионы, и давайте пройдемся и проведем маленький экскурс по этому офису. Сначала мы попадем в самое основное механик компании Fox, в финансовую службу. Здесь считают все наши деньги, принимают наши инвойсы, ну и, собственно говоря, решают, кому жить, а кому нет. Но это не самое главное для нас, это не мое любимое место. Мое любимое место находится здесь. А здесь, друзья, сидит мозг, мозги компании Fox, те люди, которые создают эти продукты, попридумывают все, что потом создается на заводах и что применяется нами на рыбалке. Давайте зайдем. Это сидит Шон Маск, Нот Спейден. Все мы его знаем хорошо. Видите, как он хорошо выглядит после вчерашней рыбалки. А то спался на своей раскладушечке. Здесь он, в общем-то, со своим другом и правой рукой Скоттом Дэйм создает все продукты. Здесь приходят в их умные головы все мысли, а потом эти мысли преображаются в реальные продукты в другой комнате. Пойдемте, я вам покажу. Мало кто знает этих людей, и они не публичны, но на самом деле я считаю, что после мозга очень важно, в какие руки попадают эти идеи. И эти идеи, я считаю, попадают в правильные руки. Здесь сидят инженеры. Те инженеры, те люди, которые после тех образных идей, которые создаются в головах Шота и Скона, из Кота, простите, попадают в их руки. И здесь они придумывают, как это все оплатить в жизни, с каких материалов, на каких заводах. А после того, как эти продукты были созданы, произведены, протестированы, причем протестированы не одним человеком, а порядка 15 филд-тестерами компании Fox на разных водоемах, в разных условиях, в разных странах, эти продукты попадают к нам, с вами. Но перед тем, как они попадают к нам с вами, они попадают вот в эту основную в общем-то аудиторию под названием Fox Showroom. И здесь я вам хочу показать еще один продукт, к сожалению, который мы не смогли показать на шоу два-три дня назад. И я очень об этом пожалел, поэтому специально для нас этот продукт установили на стенд, и сейчас мы его внимательно изучим, пойдемте посмотрим. Вот это чудо. И между нами говоря, может быть, это будет немного неправильно, но это моя любимица. Это палатка под названием Retreat Euro XL. Все вы хорошо знакомы с предыдущей моделью Retreat XL, которую компания Fox вместе с CarbTime представляли на выставке 2012 года в ДНХ. После этого мы имели небольшое совещание и попросили Fox приложить все усилия для того, чтобы создать палатки, которые, возможно, применимы в любых универсальных условиях, в российских условиях ловли, потому что они несколько отличаются, мягко говоря, от европейских. И после этого Fox пошел нам навстречу и создал две палатки. Про одну мы уже рассказывали вам подробно на самой выставке. Эта палатка под названием Royal XXL Euro для двух человек. Пожалуй, самая большая палатка на сегодняшний день из всех карповых палаток, представленных на рынке Европы и мира. Данная модель несколько отличается от Royal XXL. В первую очередь, она отличается своей формой. Она более приземиста. Соответственно, по моему мнению, она более устойчива ко всем серьезным ветровым условиям, в общем-то, которые не только в нашей средней полосе частенько встречаются, но и в основном на юге России, на реках, на Волге, на Амуре. Плюс ко всему, здесь очень удобный козырек. Он очень большой. Сначала вам может показаться, что в нем ничего нет такого особенного. На самом деле, он выполняет две очень важные функции. Первая функция это защита от бокового и очень низкого и пологого дождя. Соответственно, где-то только на этом уровне капли при сильном метре могут попадать вам в палатку. То есть, это немаловажно, поскольку у этой палатки дверь работает в двух плоскостях, как снизу, так и сверху, то если вы закроете дверь на этом уровне, то вода к вам попадать ни в коем случае не будет. Это первая функция. И вторая функция очень важная, что при использовании дополнительной накидки, так называемой зимней накидки, у вас появляется огромный тамбур. К накидке идет пол, который покрывается всю землю вокруг палатки и выходит где-то на еще порядка 70 сантиметров от палатки. Это огромный тамбур, который можно использовать для любых дополнительных вещей при длительных сессиях. Ну, естественно, она снабжена дополнительными липучками для крепления удилищ, скорее всего, как маркерных, так и сподовых. У нее прекрасная вентиляция, сквозная, с той стороны два больших окна. Вот. Ну, и, конечно, ее главная заслуга то, что после нашего запроса Фокс смог технологически исполнить ее с пристегивающимся дном, плюс ко всему с коконом внутри. При том, что мы уменьшили пространство за счет кокона внутреннего, который крепится по всему периметру. В палатке здесь очень хорошо располагаются большие флетлайнеры. Это достаточно крупные, поверьте мне, раскладушки. На ней расположится, может, совершенно спокойно двухметровый человек. Соответственно, здесь хорошо очень умещается самый большой столик и еще достаточно места для двух-трех сумок в целом. При этом мы с вами комфортно здесь можем находиться в течение нескольких дней. Улучшенный материал, из которого состоит кокон, то есть он достаточно теплый, будет для холодного времени и хорошо удерживать теплообмен в жаркую погоду. При этом, если вы будете использовать, опять же, зимнюю накидку, так называемую, то я думаю, что термопроход жары в том числе либо холод будет минимальным. Соответственно, как и в жару, как и в холод, вы сохраните здесь довольно стабильную атмосферу. Это очень немаловажно, особенно, опять же, при длительной сессии. Но в чем основной бенефит, так скажем, основная заслуга этой палатки для нас с вами? Как и Royal XXL евро, которую мы показывали вам на выставке. Это, конечно же, пол. На сегодняшний день на рынке буквально одна-две палатки, у которых есть пристяжной пол, то есть абсолютно герметичный. Пол на широкой молнии, которую мы можем снять, помыть. Можем, собственно говоря, сложить его отдельно, чтобы уменьшить габарит палатки. Но, в принципе, насколько я пробовал, эта палатка совершенно спокойно с пристяжным полом уже влезает в стандартную сумку, которая поставляется вместе с палаткой. Плюс, как вы видите, здесь уже на входе есть достаточно приличный бортик, и никакие змеи, никакие, так скажем, большие пауки нам с вами не пролезут в палатку. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день наверное, это самая универсальная палатка для двух человек за последние лет десять. Вот. Что еще можно сказать? Еще я хочу сказать вам про цену этой палатки, потому что в отличие от Retreat XL, то есть двухметрной палатки оригинальной модели, которая была с полом на липучках, не имеющая внутри себя дополнительного внутреннего кокона, была построена с использованием материала Vintec. Это современнейший материал Фокса, но он достаточно тяжелый. Поэтому для того, чтобы решить проблему веса этой палатки с использованием дополнительного пристяжного пола и внутреннего кокона, Фоксу пришлось изменить материал на пятитысячный нейлон. При этом она стала процентов на 25 легче и, естественно, процентов на 30 дешевле, что, наверное, очень многих из нас порадует. Соответственно, я думаю, что вот именно эта модель, точную цену вам сейчас не скажу, но не сильно будет отличаться в ближайшее время после первых поставок в Россию с внутренним коконом от цены оригинальной модели из Винтека, но без внутреннего кокона. Ну и напоследок я оставил для вас, для всех небольшой сюрприз. Это долгожданная новинка от Фокса. Это кресло FX. Это кресло создано для тех, кто любит комфортно рыбалке. Обратите внимание на материалы, которые используются при изготовлении данного продукта. В течение трех лет Скотт и Шон ломали голову над тем, чем же нас с вами удивить, поскольку, в принципе, хороших продуктов на рынке на сегодняшний день достаточно много. Им, я вам хочу сказать, по-моему, это удалось. Первое, это, конечно же, неопреновые подлокотники. Из-за достаточно толстого и плотного материала у вас не будут уставать руки. При этом, они, в отличие от предыдущих моделей кресел, любых производителей расположены на очень удобной высоте. Вы сможете сидеть на этом кресле и при этом работать на своем биве-столике. Ну и, конечно, подголовник, который напомнит, я думаю, прежде всего, подголовники в самолетах. Очень удобная вещь. Пробовал на этом кресле в течение получаса кемарить, пока у меня была такая возможность. И поверьте мне, моя шея, моя спина довольно быстро обрели былую бодрость и силу после получасового отдыха на данном кресле. Конечно, оно не маленькое, но для тех, кто проводит время на берегу не менее двух-трех дней, я думаю, оно будет очень полезным. Ну вот, коллеги, к сожалению, подошло к концу наше недельное путешествие по Англии. Мы очень благодарны команде Fox International за предоставленную нам возможность быть первыми, кто увидел все интересные продукты сезона 2014 года. Также было бы очень приятно побыть на берегу пару суток и попытаться изловить крупного карпа, настоящего английского карпа в настоящем английском озере с настоящими английскими профессионалами. И мы надеемся, что это путешествие было только первым звоночком и далеко не последним интересным фильмом, а в том числе и приключением для всех нас с вами. Команда Карп Тайм прощается. Увидимся, надеюсь, очень скоро в следующем сезоне 2014 года. Россия, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова